Так, прислали мне эту фотографию, прокомментировать. Знаете, мне надо горячего пропадать. Вот, опять, увидим, опять, сейчас шашкой махал. Вот, надеюсь, что с пользой. Я подбираю новую фотографию, чтобы не говорили, что я потом и фото. И аргументы новые. То, значит, детский сад, то турдом. Чувствуете, разные у меня подходы. Сейчас, секунду, отбивку, в каком плане. Значит, комментарию. Одним из комментариев было так написано. Значит, не мне, нет. А просто взял, дает свой параллельный совет. Так часто бывает. А вот плевайте на Айву. И то ли яблони, то ли груши. Я забыл, что. И у вас плодоношение начнется много раньше. Ну, вы же понимаете, что. А, я написал, что я отвечу на вебинаре. Ну, специально тему не готовил. Опять некогда было. Готовить тему для меня – это найти фотографию с Айвой. Показать, что такое биологическая совместимость. И там было написано. Дает раньше заплодоносие. Прививка. То ли яблони, то ли груши на Айву. Мой ответ такой. Старайтесь привать яблоню на яблоню. Старайтесь привать грушу на грушу. Потому что я до сих пор гадаю. Для меня это загадка. Когда-то я посеял Айву, и они мне все померзли. Ну, был такой момент. Когда-то я... Да что под руку попадет, теми работал. И у меня к ней появился... А, сейчас скажу. Айва японская. Во. Вспомнил. Значит, представительное хозяйство Айва японское. Это как карликовое деревье. Значит, на нее прививать. Айва когда-то привозили на риск в качестве витаминной продукции. Вот. Я как вспомнил, зубы ломаются. Каменная. Есть невозможно. Это сейчас бы я, допустим, не выкинул бы, а, допустим, нарезал бы кусочками. Может, компот. Ну, север. Зубы сыпятся, сами понимаете. В севере и север. Вот. Признаки цинги всегда бывают. Вот. И тогда я запомнил это как минус, как огромный минус, что с водой лучи не связываются. И у меня появилось предубеждение. А тут привейте на Айву. Я вот до сих пор, и это надо изучать, а настолько у меня вызвало такую аллергию, после того, когда плоды оказались абсолютно несъедобные, абсолютно. И такая аллергия к ней, что я даже не стал изучать её. А что? Почему? Что это за... Как можно, зная яблони и груши, это то, что... Не знать Айву. Да не знаю, не знаю. Знать не хочу. А тут вдруг бах. Привейте на Айву. Раньше заплодоносит. Я отдаю сразу, говорю. Любое дерево, которое раньше заплодоносит, у него короче век. И потому что раньше заплодоносит, и потому что это ещё и дерево кричит караул. Я хочу быстрее дать семена, прежде чем помру. Не обязательно помрёт. Но уже будет не 40 лет, как у меня некоторые деревья достигли, а 20 лет, 10 лет, 15 лет. А может быть и 3 года. И верная смерть. Ура! Привил на Айву, заплодоносило. Через 3 года мёртвое. Вот я так отвечаю. Не отвечаю, а... То есть он прокомментировал мой черный фильм, так, про межвидовые прививки. Мол, а вы на Айву приведете, это не мне, это моим слушателям, а вы на Айву приведете, раньше заплодоносит. А мне не надо, чтобы раньше. И вам не надо, чтобы раньше. Дело должно нормально развиваться. Вот это я хотел сказать, это как бы реакция моей комментарии на комментарии того товарища. Обещал сказать, я сказал. Так, теперь смотрим на эту фотографию. Что здесь написано? А, вот это будет другая тема. Всё-таки до дурдома мы доберёмся. А здесь у меня просто пристал человек, не подумать, это не к нему. Мне пристал человек вот эту фотографию, попросил прокомментировать. Прошу прощения, а вот ко мне приходит только за... Догадайтесь. секундочку. Как говорил Астан Бендер, надо расставаться легко, кидеть в тону, чем я занимаюсь, уже много лет. отец. Спасибо. Спасибо. прошу прощения но темноте не разберешь а включать сегодня видите бардак тихо секундочка посмотрим что получается так здесь получается что давайте так разбираться я не знаю кто этого человека научил а совет спрашивает у меня у него боковые ветки уже отсохли у него или у нее не помню так и эти боковые ветки все взял и вот так вот практически заподлицо и отрезал они были сухие и тебе что же мне дальше делать а верхней еще жива что делать но здесь получается так вот основание штамба ну согласитесь что она гниет писать себе что туда попала вода допустим попал и попала согласно чтоб не зачем это сам фантазировал на держи теперь значит смотрите там все гниет так и после дождя это будет вообще я иногда сравнивали ну давайте на себе пробовать но представь себя с тобой сутками день-два-три недели ходите резиновых сапогах и недели ноги сгниют рано или поздно как вы думаете дальше значит например сбила меня это гости так теперь например убрали мы это все кто-то ведь научил согласны дальше самое страшное после этого я вижу после того когда умудрилась начать гнать дерево она уже гибнет потому что ветки то были ветки были ветки высохли теперь значит остается краска это такой цвет не естественно это уже это когда-то берем деревья первый год один год мне хватило одного года лет 35-38 назад берем и тогда я вижу что эта краска она не смываемая может быть я обещал прокомментировать на слышит не слышит но я мазила прокурорек теперь надо умудриться я никогда не пробовал водой смыть допустим взять тряпочку водой может смывается может уже нет ведь я специально делаю чтоб не смывалась от особой краски их называю краски по уничтожению деревьев тогда попробовать растворителем почему если все ветки боковые отсохли дерево фактически обречено впереди зима смотри сколько раз это все каждую рану пойдет мороз я всегда поражался как можно цинично говорить что температура внутри дерева и снаружи одинаковая и раны не имеет никакого значения как можно не видеть когда погибает эти в ранах погибают сосуды погибают клетки но как не видеть и ведь не она на конце дела и вот получается это что если первое убрать все это что нагородили ведь не лень ведь просто страшно потом трудно миха еще и ямка похоже ямка то я не вижу никакого холма ну и наконец наконец попробовать смыть все это а вдруг спущусь